Ребят, какой мэнчо. Вау. Со мной даже бомж не хочет встречаться. Нет, ребята, он с этой девочкой общается. О май гад. Давай, давай, оп. Давай, давай, двигай тело, подыхай. Дорогая, кто это с тобой? Если ты не дашь, то ты ее не увидишь. Мама, со мной никто встречаться не хочет. Иди, найди мне парня. Йоу, кисули, с вами я, Женяша. И сегодня будет мощнейший пранк, как я буду искать себе парня. Ежедневно на серверах ищут кто-нибудь маму, дочку, сына, мужа парня. В общем, ребята, я думаю, что никто не заподозрит, что это может быть пранк, что кто-то хочет кого-то разыграть. Да нет. Я сделала себе новый аккаунт, чтобы меня вообще никто не узнал. Теперь я Аленка, и я буду искать себе парня. Но, ребята, изюминкой моего пранка будет моя мамочка. Мама Аленки. Моя мама сегодня будет проверять моего парня и будет его расспрашивать. И думаю, будет очень интересно, как наш парень будет отвечать на разные каверзные вопросы моей мамочки. Ведь моя мамочка не просто какая-то там мамочка, а мама Аленки. Если пранк удастся, нам понравится, как ведет себя парень, то мы ему подарим классные подарки. Так что, ребята, гоу, погнали, посмотрим, как это будет все происходить. Йоу. Для начала мы найдем себе парня. Вообще, ребята, я сейчас буду искать себе парня. Гоу, знакомиться. Ищу парня. Пиши я. Так, кто же хочет стать моим парнем? Ой, тут какой-то Максик бегает, я вижу. Максимка. Ой, тут какой-то Йорик на обезьяне бегает. Смотрите, Йорик Димон. А я ищу парня. Может, Йорик будет моим парнем? Так, ребята, этот Йорик, наверное, наш чувак. Привет. Так, Йорик, чего ты тут убегаешь от меня? Йорик, привет. Привет. Он на летающей обезьянке. Так, давайте попробуем с ним познакомиться. Йорик, не убегай от меня, Йорик. Я вообще обожаю макак. Макаку зовут Димон. О, ребята, он со мной. Он мне сказал привет. О, боже. Давай дружить. Йорик, прикольный пацанчик. Ребята, на обезьянке летающей. Как бы давайте покажем, что мы не бедные. Что он думает, что мы бедные какие-то. У меня есть кролик Флайд. Сейчас мы к нему подлетим. Йорик, давай. Йорик, Димон. А теперь проверка. Успеешь за 5 секунд поставить лайк и подписаться на канал. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Подписался. Лавки тебе, Кисуля. Димон, Йорик, давай. У меня есть питомцы. Мы с тобой будем летать вместе. Посмотри, какова у меня собачка красивая. Йорик. Ребята, Йорик что-то не отвечает. Нам что-то это... Очкует, что ли? Что-то я очкую. Я сейчас. Думаешь, прокатит? Давайте по-другому сделаем. Так, Йорик какой-то прямо-то. За ним нужно бегать. Будешь моим парнем, Йорик? Ищу парня. Эй, Чика, я тоже ищу парня. Где Йорик? Ребята, Йорик. Что? Что? Ребята, что? Это он кому? Он что? Этой девчонке? Она ищет парня? Сейчас, давайте у него спросим. Я что-то в шоке. Ты мне? Йорик мне разобьет сердце, если я все-таки не с ним. О, боже мой. Ребята, Йорик, в чем дело? Что происходит? А, ребята, Йорик, наверное, все-таки со мной. Нет, ребята, он с этой девочкой общается. О, май гад. Ребята, сейчас мы проверим. Если он будет за мной бежать, значит, я Йорику нужна. Если не будет бежать, значит, я Йорику не нужна. Походу, я Йорику не нужна. Вот смотрите, я сейчас убегаю. Я решила позвать свою мамочку, чтобы она разобралась с Йориком. Посмотрим, что он ответит. Мама, со мной никто встречался не хочет. Иди, найди мне парня. Так, она уже бежит, смотрите. Мама, разберись с ними. Мама, почему со мной никто встречаться не хочет? Не понял. Не понял. Ой, это моя мама. Вот он, Йорик. Вот он, Йорик. Мама, смотри. Он подарок открывает. Мне ничего не дарит, понимаешь? Йорик всем говорит, но только не мне, понимаете? Мама, разберись с ним. Еще парня, кто хочет, пиши я. Что? Смотрите, Йорик ей... Она... Парня, боже... Мама, почему ты не хочешь встречаться с моей дочкой? Да, что я не так сделала? Как ты мог? Не, Юрик. Ты, мяма, говорит. Нет, я не мама. Я молодая девчонка. Короче, выбирай. Да, Йорик, выбирай. Чего, говорит? Йорик в шоке. Короче, выбирай. Кем будешь встречаться? Ребята, тут пошел разговор. Потому что Йорик все предложил встречаться. Так что, Йорик... У меня даже мама пришла и разбирается. Йорик, короче, очкует. Кого выберешь? Ребята, Йорик, походу, улетает. Девочки, нас, походу, кидают. Со мной даже бомж не хочет встречаться. И со мной тоже никакой... Никто не хочет встречаться. Так, все пацаны такие. Не переживай, дочка. Ребята, Бзиба, говорит Си. Не переживай, дочка. Окей, мама. Пойдем тогда на другой сервер. Ребят, тут я просто... Просто несколько парнишек. Смотрите, с влазельем ходит. Эй. Слышь. Иди сюда. Ничего себе. Ребят, посмотрите. Ничего себе. Какой парнишка. Итак, давай, давай. Смотрите, ребят, с влазельем стоит. Парень как бы... Так, девушка, ты почему перекрыла мне дорогу? Так, отходи, отходи. Тут какой-то... Менчо. Менчо с влазельем. А что ты ко мне не подходишь, а? Слышь, ты что такая дерзкая, а? Смотрите, ребят, какой Менчо. Вау. Ну, неплохо, неплохо. А мы... Что-то он не отвечает. Он, наверное, по-русски не понимает. О, ребята, смотрите, тут еще один пацанчик стоит. Шоколадный лабрадорчик. Привет. Аленка. Привет. Там Данилка норает питомца. Это какой-то бомжак, ребят. Ничего себе. Ребята, мне подарили собачку. Я, говорит. О, привет. Аленка. Фленка я. Какая фленка? В смысле? А я не понял. Давайте спросим, ребят, сколько ему лет, как бы... То я уж боюсь. Сколько тебе лет, Менчо? Макс. Макс и Аленка. Как вам пара? Красивая, да, пара получилась? Ребят, они что, подарки дарят, что ли? Да, он мне подарки дает. Нифига себе. Тебе сколько лет? Вообще-то я первого вопроса дала. Сколько тебе лет? Двенадцать, скоро тринадцать. Совпадение. Мне тоже. Дайте нас спросим, куда пойдем? Сколько тебе лет, я не понял. Двенадцать не лет. Ребята, этот мальчик с флазелем мне не дает покоя. Он стоит и все. Он, наверное, просто трейдится. Я не знаю. Он улыбается, ребят. Этот... Вау, ребята. Ничего себе. У него банан есть. Вау. Он меня будет катать на банане. Ничего себе. Оу, мая. Ребята, мы сейчас едем кататься. Мы едем кататься. Куда-то везет меня. О, да он джентльмен. Он идет, везет меня в пиццерию. Супер. Так, ребята. Ну, вроде парень ничего. Вроде неплохой парнишка. Он говорит, будешь кушать? Ну, конечно. Конечно, ты что спрашиваешь? Конечно. Он пошел за пиццей, ребят. Странно, что как бы в пиццерии тут получается ты сам делаешь пиццу, а не повар Рамсай делает, да? Ну, хорошо, ребят. Короче, парня я себе нашла. Ему, с какого он города? Ребят, он принес мне пиццу. Ростов. О, ребята, он у нас с Ростова. Просто супер. Так, спасибо за пиццу. Давайте мы ему скажем. Да, ты Менчо. А ты? Я живу в Сочи. Мы друг от друга недалеко. Ростов, Сочи. Менчо, это что? Красавчик. Ого, я в Сочи был много раз. Ого, ребята, ничего себе. Слушайте, ну парнишка вроде такой неплохой. Подаришь Пэта? Еще. Только как бы он мне уже подарил питомца, да, ребят? Это недалеко от Ростова. Ну да, практически недалеко. Я не знаю, сколько там. Ну, где-то 500 километров, наверное, да? Я тебе дарил собачку коричневую. А Райт есть? Ребята, я начала сразу, сразу с коронных фраз. Да, говорит. Вау, ничего себе. Давай. Ребята, сейчас, конечно, я бы хотел, чтобы он мне кого-нибудь подарил. Пошли потанцуем, и я тебе подарю, может быть. Вау, ребята, что? Ооо, ну давай. До встречи на танцполе. Танцуй для меня. Ладно, ладно, я тоже буду танцевать. Раз он хочет мне кого-нибудь подарить, то будет прикольно. Давай, давай, хоп. Давай, давай. Двигай тело, подыхай, хоп. И он мне сказал, что мы потанцуем, и он мне кого-нибудь подарит. Так, кого он мне подарит? Сейчас мы смотрим. Макс. Макс Мэнчо. Да, ну, красивый, ребят. Красивый скин, достаточно прикольный. Гуччи одет. Ну что, где питомец? Куда пойдем? А питомец? А питомец. Пойдем гулять. Прокатишь на какой-нибудь тачке. Ладно, ребята, давайте мы с ним пойдем кататься. Он куда-то меня везет уже. Ооо, пойдем в кемпинг. Это как раз-таки одно из самых романтических мест. И там, ребята, как раз-таки зайдет моя мамочка. Как бы мы с ним пообщались уже. Немножко у нас общение с ним. Так что, ребята, сейчас придет моя мама, которая будет с ним общаться. Ну что, пришло время для пранка. А сейчас мы посмотрим на реакцию Максика. Посмотрим, как он отреагирует на нашу мамочку. Мамочка, мамочка, давай приходи сюда к нам. Мы в кемпинге. Ты красавица. Ооо, спасибо. Уже утро. О, это же моя мама. Посмотрите, ребята, она пришла, моя мамочка. Дорогая, кто это с тобой? Мама, да, 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 это моя мама. Ты играешь с мамой? Мы с ней уже неделю играем, ребята. И как бы она моя мамочка. А, в пеленах за мной ухаживает. Ребята, он что-то пишет, что мы, наверное, уже не понимаем. Ребята, моя мама спрашивает. Аленка, кто это с тобой? Что это за дела такие? У меня мама как бы суровая, она очень сложная. Она говорит, мама, как зовут? О, ребят, парень не растерялся. Мою маму зовут Вика. Да, ребят, Вика. Он улыбается. Ребят, кстати, я вам хочу сказать. Это первое свидание, где в Adopt Me, где есть мама и парень, и еще и я. Да, что я нашла себе парень. Да, что будем смотреть? Мама, у нас свиданка с дочей. Так, ребята, давайте будем смотреть, что же, как будет реагировать моя мама. Ведь мама у меня очень строгая. Ребята, моя мама уже ругается. Уже как бы немножко у нее напрягаются нервишки. Сейчас она ему перемоет все косточки этому Максику, потому что моя мама очень сурова. Если хочешь встречаться с моей дочерью, дай мне Флайпэта. Ого, ребята, мама сразу альтерение включила. Ты чего у него не спросила, бомжак он или не бомжак, и тому подобное. Это моя мама, отвечай на вопросы ей. Он что-то пишет, твоя мама Флайпэта. Да, а то она не разрешит нам с тобой встречаться. Как бы, понимаете? Если ты не дашь, то ты ее не увидишь. Видишь, ребята, но мы встретились еще недавно. Ребята, обалдеть. Просто топ. Аленка мне нравится. Ребята, ничего себе. Так, а что же мама Аленке ответит? Я уже как бы в шоке. А Вика, мама с Сочи? Да, мы с Сочи вместе. Может, я поеду в Сочи, говорит. О, ничего себе. Если ты хочешь встречаться с ней каждый день, то ты должен мне дарить Пэта. О, ребята. Выдержит ли он? Каждый день. Ребята, конечно, он узнал только-только нас. И как бы, я думаю, он, наверное, на самом деле немножко в шоке от такого наезда мамочки и ее дочки. Давайте я вам дам одного классного просто. Мам, как думаешь, примем одного питомца классного? Мама ждет. Только Аленке дам. Ого. Ребята, ничего себе. Парнишка, видимо, реально хочет со мной общаться. Ну, хорошо, давай. Ребята, трейд. Сейчас мы посмотрим, что она может дать. Ребята, обалдеть. Дает питомца. Это что, реально можно так? Что? Мама дал. Мама дал. Он говорит, легко или лег... А, легендарного. Да. Дал. Ребята, смотрите. Он дал питомца флайрайт ниндзю. Слушайте, ну, хороший парень. Хороший парень. Посмотри. Мне маме нужно отдать, чтобы она разрешила с тобой встречаться. Макс. Я сейчас передаю маме питомца. Ребята, ну и мама говорит. Так, ребят, давайте мы сейчас отдаем питомца нашей мамочке. И мамочка сейчас получит питомца. Так что, ребята, все идет по плану. И мне, походу, с Максиком придется встречаться. Ого, у нее еще и рай джинджер есть. Мамочка, лови себе обезьянку. Это тебе. Все, мама, разрешишь гулять? Ребят, посмотрите. У мамы в руках сейчас питомец. И как бы мама должна решить. Да, что ты радуешься? Она еще ничего не разрешила. Так уж и быть разрешу. Мама разрешила. Но, мамочка, пока. Мы пошли гулять. Садись на обезьяну. В смысле, это мама сядет на обезьяну. Это мама сядет на обезьяну. Я маме отдала. Все, ребята, мы как бы ушли от мамочки и уезжаем. Он вроде неплохой парень. Давайте мы ему признаемся. Пришло время признаться, что это был пранк. Время подарков. Итак, ребята, наша мамочка пришла к нам. Мама, иди домой. Это был пранк и я женяша. Давайте посмотрим, как он отреагирует. Он улыбается. Ребят, мне кажется, он нас знает. Правда? И он смеется. Ты что, понял, что это пранк? Я девушку себе нашел уже. Думал. Аааа. Женяшу встретить еще лучше. А мне кажется, что ты понял, что это пранк. Потому что, ребят, он дал реально деньги дар нам питомца. Ребята, давайте мы ему вернем обратно питомца. Аленка, вернем ему обратно питомца? Ты отдашь ему питомца? А он говорит, что он не понял, что это пранк. Он прикольный. И мы ему подарим подарок. Ой, ребята, он говорит, я хочу тебе подарить этого пэта-женяша. Моя мама отдала ему обратно питомца. А он все равно мне его хочет подарить. Но это реально очень круто. Вау. И я ему подарю короля пчел в ответку на его легендарный подарок. И он говорит, это тебе, женяша. Но мамочка, нам дают питомца. Очень добрый пацанчик. Спасибо тебе большое. Ребята, на этом наше видео заканчивается. Мы сегодня нашли реально классного пацана, который очень прикольный. И если вам понравилось это видео, то обязательно оцените меня лайком и подписочкой на канал. Если вы хотите продолжения пранков, как я ищу парня, то обязательно давайте на этом видео соберем 15 тысяч лайков и я сделаю продолжение. Обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Лавки вам всем кисули. Всем пока-пока-пока-пока.